Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы BotHelp в Ammo CRM. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт BotHelp к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы BotHelp и перейдите в ваш личный кабинет BotHelp. Выбираем и редактируем текущего бота. Для передачи данных добавляем новый шаг с действием. Выбираем действие «Отправить данные подписчика через вебхук». Вставляем скопированную ранее ссылку и сохраняем изменения. Также не забудьте указать переход на новый шаг. Активируем бота и генерируем новые данные. В данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые поступили с сайта BotHelp. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действия, например, «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш AMO CRM аккаунт к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет AMO CRM. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее вам необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки из BotHelp. Заполните поля переменными из BotHelp, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Продолжение следует... Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, который будет отправляться в AMO CRM на основе данных из BotHelp. Если вы хотите изменить настройки, кликните «Редактировать» и вы вернетесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в AMO CRM» и перейдите в ваш AMO CRM. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в AMO CRM успешно завершена и теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 20 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи!